Ингуши, самоназвание, Галгаи, народ на Северном Кавказе, коренное население Ингушитии, исторически также проживают в Сунжинском районе Чечни и пригородном районе Северной Осетии. Общая численность ингушей во всем мире – 700 тысяч человек, говорят на ингушском языке Нахской группы Северокавказской семьи. Письменность на основе кириллицы. Этимология, этноним Ингуши, произошел от названия ингушского селения Ангушт, которое по свидетельству грузинского географа Вахушти-Багратиони уже в 17-м, являлся крупным селением. В Тарской долине антропологический тип, кавкасионский тип, северокавказский вариант европеоидной расы имеют народы, обитающие на Центральном Кавказе на территории бытования кабанской археологической культуры и расселения Алан. Антрополог В.В. Бунак утверждал, энциклопедический словарь Брукгауза и Ефрона, издававшийся в конце XIX – начале XX веков, дает следующее описание ингушей «Генетическая генеалогия». Последние данные по гоплагруппам ингушей G от 2 до 87,4%, L1 секунда, 2,8 минус 8,5%, G от 1 до G2 до 1,5%, G2. История. На основе культур северокавказской культурно-исторической общности сложилась древняя культура северокавказских автохтонов – кабанская. Хронологические рамки которой принято определять 12 АВВВ до НЭ, между тем отдельные памятники датированы и более ранним периодом. В то же время развитие кабанской культуры на Центральном Кавказе продолжалось вплоть до раннего Средневековья. Именно с племенами кабанской культуры принято увязывать этногенез прото-ингушских этнических групп. В письменных грузинских источниках, описывающих события этого периода, предки ингушей известны под этнонимом «Кавкасионы» и «Дзордзуки», в античных под именем «Махли». Возможно, с племенами кабанской культуры связан этноним «Гаргареи», о котором упоминает древнегреческий географ Страбон в своей географии, как о северокавказском народе, живущем рядом с амазонками. Известным ученым ей крупновым этноним «Гаргарей», имеющий хурицкие корни, был отождествлен с самоназванием «Ингушей», «Галгой». В Средневековье предки ингушей, наряду с предками чеченцев, карачаевцев, балкарцев и осетин, входили в племенной союз «Алан». Согласно одной из официальных версий на территории Ингушетии в районе Кожавско-Индорского городища находилась столица Алании город Магас. Более того, известны племенные вожди алан-ингушского происхождения Респендиали Гар, участвовавшие в великом переселении народов. Знаменитый немецкий и русский ученый-энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешественник XVIII-XIX веков П. Сполос, побывавший в конце XVIII века на Кавказе, писал, что ингуши являются остатками собственной алан. Другой исследователь XIX века Эдмунд Спенсер в своем научном труде «Описание поездок по Западному Кавказу» в 1836 году отмечает, что по мнению многих ученых ингуши являются самым настоящим, ныне существующим племенем алан в 1238-1240 годах. Алани и весь Северный Кавказ были завоеваны монголо-татарами и включены в состав Улуса Джучи, а в 1395 году объединение алан было окончательно уничтожено в ходе похода на Северный Кавказ Тамерлана, а оставшееся население переселилось в горы. В горах происходило формирование ингушского народа на основе пяти обществ шахаров. В XV веке ингуши предпринимают попытку возвращения на равнины, однако во второй половине XVI века, в результате похода кабардинского князя Темрюка в декабре 1562 года, поддержанного нагайцами и русским царем Иваном Грозным, ингуши были вынуждены вновь уйти в горы. В XVI веке началось проникновение ислама через Чечню и Дагестан, однако окончательно он утвердился лишь в середине XIX века. Вплоть до этого времени продолжали существовать языческие обычаи и обряды. Ингушские общества – хамхинское, цоринское, джераховское, фиппинское, проживавшие в горах и арстхоевское, занимавшие предгорье, начали возвращаться на равнины в XVI-XVII веках, главным образом на Тарскую долину, где в конце XVII века была основа населения Мгушты на долину Сунжи. Переселение на равнины в основном завершилось к первой половине XIX века. Хотя киевский князь Святослав, победив Хазар, совершил поход на Северный Кавказ еще в 965 году, русские поселенцы и казаки близко познакомились с войнахскими народами только в XVI столетии. В документах русского государства XVI-XVII, они называются «Мичикизами» по реке Мичикали от Кабардинского «Мичигаш». Ингуши – одними из первых среди народов Кавказа вошли в состав России в 1770 году, когда в местечке Бортобос был подписан известными старейшинами от самых влиятельных тайпов. Договор о единении основной части Ингушити с российским государством В дальнейшем этот договор был перезакреплен новым актом о единении Ингушити с Россией. В 1810 году, после вхождения Ингуши в состав России через их земли пролегла военно-грузинская дорога, а в 1784 году на берегу Терека при Ингушской деревне Заур была заложена крепость Владикавказ. Ингуши в восстаниях против российской администрации участия практически не принимали. Номинальным был их вклад в войну с Россией 1817-1864 годов. В XIX веке у Ингуши на смену тайповым союзам шахарам приходят территориальные объединения Лаомары, Галашевцы и Назрановцы. В 1848 году Ингуши, большей частью исповедовавшие язвичество, подавляющим большинством приняли добровольный ислам после посещения Ингушетии суфийским миссионером-богословом Кунта Хаджики Шиевым. В горной Ингушетии язвичество было вытеснено исламом окончательно только во второй половине XIX века. В конце 40-х годов XIX века началось строительство цепи казачьих станиц на равнинной части Ингушетии. Ингуши изгонялись из своих равнинных сел в горы и предгорья, а на месте их сел выдворялись казачьи станицы. В 1845 году на месте ингушского села Айбарк-Юрт была основана станица Троицкая. В дальнейшем на месте ингушских сел были основаны казачьи станицы. В 1847 году Вознесенская на месте села Махмад-Ахите, в 1850 году Селепцовская на месте села Курай-Юрт, в 1859 году Крабулакская на месте села Эльдар-Хагала, в 1860 году Фельдмаршальская на месте села Алхасты, Тарская на месте села Ангушт, Зюнжинская на месте села Аки-Юрт, в 1861 году Нестеровская на месте села Гожар-Юрт, Воронцово-Дашковская на месте села Таузин-Юрт, в 1867 году Хутор-Тарский на месте села Шолхи, а также непереименованные станицы на месте ингушских сел Галашевская, Датыхская и Мужичи. Позднее казаки последних трех станиц выселились из-за непригодности земель для обработки и сдавали ингушам в аренду эти земли. В мае 1888 году решением царских властей были выселены ингуши, проживавшие в селе Гвилети на военно-грузинской дороге. В 60-е годы XIX века часть ингушей, в большей мере жители ликвидированных сел, переселилась в Османскую империю. В 1860 году территория Ингушетия образовала Ингушский округ в составе Терской области. В 1870 году Ингушский округ был объединен с Осетинским во Владикавказский округ. В 1888 году Владикавказский округ был расформирован. На месте Ингушского округа был образован Ингушско-Казачий Сунжинский отдел. В 1909 году Сунжинский отдел был разделен на два округа Сунжинский и Назрановский. По переписи 1897 года в Российской империи численность ингушей составляла 47 409 человек. В Первой мировой войне ингуши участвовали в составе ингушского конного полка дикой дивизии. В начавшейся гражданской войне ингуши большинством населения поддержали большевиков. Ингушские отряды самообороны оказали отчаянное сопротивление во много раз превосходящим их по численности частям белогвардейцев добровольческой армии Деникина. В феврале 1919 года упорные бои произошли в районе Алханчуртской долины и сел Кантышава и Далакова. Завершившиеся сожжением этих сел, горная и предгорная ингушетия продолжала оставаться оплотом советской власти в центральной части Северного Кавказа. После победы большевиков был образован ингушский округ в составе Горской АССР. 7 июля 1924 года после расформирования Горской АССР была образована Ингушская автономная область со столицей в Г. Владикавказе. Первым секретарем областного комитета ВКП Ингушской АО стал Идрис Язиков. Общая площадь Ингушетии выросла на 58%. Установление советской власти на Северном Кавказе благотворно сказалось на положении ингушей, вернувших часть своих земель у терских казаков отобранные в XIX веке в гражданскую войну в основной массе своей поддержавших белых. Однако, большая часть отобранных ингушских земель все еще осталась в руках сунжинских казаков. На этих землях был образован сунжинский казачий округ. В 1923 году был введен ингушский алфавит на основе латиницы, разработанной Заурбеком Мальсаговым. Ранее ингуши пользовались арабским алфавитом. 1 мая 1923 года во Владикавказе вышла первая газета на ингушском языке «Сердала». Появились новые школы в селах Гамурзиева, Базоркина, Индари. По-прежнему функционировали мусульманские школы-медресе. В 1929 году Идрис Зязиков был отстранен от должности секретаря ингушского обкома партии под предлогом отправки на учебу на курсы «Марксизма-ленинизма». Новым главой ингушской ООС Тау Иосиф Моисеевич Черноглас. Черноглас проводивший реакционную политику против ингушей. Их культуры и религии вскоре был убит под галашками и хаджамурицкими абреками в феврале 1930 года. После смерти Иосифа Черноглаза в феврале 1930 года ненадолго новым первым секретарем комитета ВКП Ингушской ООС стал Андреев Сеев, ушедший со своей должности уже в августе 1930 года. Четвертым главой Ингушской ООС стал я, Кириллов. Возглавлявший автономию один год до августа 1931 года, Кириллов резко выступал против передачи Г. Арджиникидзе, Северной Осетии и объединения Ингушетии с Чечней. При нем были разработаны планы по поиску полезных ископаемых в горной зоне, строительству железной дороги в Грузию через Осинское ущелье. Однако политика Кириллова направленная на развитие Ингушетии была неугодна правящим силам. И в августе 1931 года вместо него главой Ингушской ООС назначили более сговорчивого безинициативного Генриха Маурера, которого не очень интересовали проблемы Ингушей. В июле 1933 года Г. Арджиникидзе в одностороннем порядке был передан Северной Осетии, а в начале 1934 года, без учета мнения народа, Ингушетия была объединена с Чечней в Чечен и Ингушскую автономную область. По переписи 1926 года в СССР проживало 74 097 Ингушей, а по переписи 1939 года их численность составила 92 120 человек. С началом ВОВ героически сражались Ингуши на фронтах войны, защищая СССР. Несколько десятков Ингушей было представлено к званию Героя Советского Союза. В защите Брестской крепости принимало участие несколько десятков Ингушей, последним защитником которой был у Мадгири Барханоев. Ингуши воевали под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на Курской дуге, освобождали от фашистов страны Европы, брали Берлин. В героической обороне Одессы принимал участие Ю. Кадзоев. Многие Ингуши удостоились высоких правительственных наград. Военные инженера Султыгов, танкисты Г. Мальсагов, М. Мальсагов, летчики М. Яндиев, Х. Р. Чаков, Х. Ал. Богачиев и Д. Р. Был представлен к званию Героя СССР подполковник Д. Картоев. Немецкие войска заняли большую часть Северного Кавказа, однако под первыми же ингушскими населенными пунктами Владикавказом и Молгобеком они были остановлены, и ценой героического сопротивления ингушского народа совместно с Красной Армией немцы были отброшены от ингушской земли, после чего началось их повальное повсеместное отступление. Ингуши не позволили гитлеровцам овладеть столь нужной им нефтью Молгобека и не дали дорогу в также нефтеносные Грозные Бако. В 1944 году Чечена-Ингушская СССР была ликвидирована, а ингуши вместе с чеченцами выселены в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению в сотрудничестве с немцами. Хотя фашисты не только не вступали на территорию ЧАССР, но и были как раз остановлены у самых ее границ и отброшены назад. Ссылки в Казахстане погибло до одной трети ингуши. Территория Ингушетии была разделена между Осетией, вновь созданной Грозненской областью и Грузией. В 1957 году Чечена-Ингушская СССР была частично восстановлена. Ингушский пригородный район, значительная часть которого впоследствии была включена в состав Г. Арджиникидзе, был оставлен в составе Северной Осетии. Вместо утерянных таким образом земель, в качестве компенсации за пригородный район, Чечены-Ингушетии были приданы три района Ставропольского края – Наурский, Шелковский и Каргалинский. Однако ингуши эти чужды им казачьи районы не заселили и при разделе ЧАССР оставили их в составе Чечни полностью. По всесоюзной переписи 1959 года численность ингушей составила 105 980 человек. С момента возвращения на свою родину ингуши выступали за возвращение от оргнутых территорий, за создание собственной государственности. Апогеи эти выступления достигли в 1973 году на митинге в Грозном организованном ингушами с требованием возвращения их родины и пригородного района. По данным всесоюзных переписей численность ингушей продолжала расти. Так общее число ингушей в СССР в 1979 году составило 186 198 человек, а по переписи 1989 года 237 438 человек. После начала перестройки в СССР у ингушей проснулась надежда на восстановление справедливости в отношении их народа. С 1988 год в ингушесии создаются неформальные организации, появляются различные движения, ставившие своей целью создание ингушской государственности в составе Российской Федерации с административным центром в Г. Владикавказе. С возвращением всех отторгнутых территорий в ходе сталинских репрессий, формальные ингуши были полностью реабилитированы в правах лишь 26 апреля 1991 года, когда на одном съезде Верховного Совета РСФСР был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Также вышеназванный закон стал своего рода катализатором на восстановление исторической и социальной справедливости и для других миллионов граждан бывшего Советского Союза. В 1992 году принят закон об образовании ингушской республики в составе РФ. В октябре-ноябре застарелый осетинный ингушский конфликт вокруг пригородного района Северной Осетии и перерос в вооруженные столкновения. По данным прокуратуры России за время боевых столкновений в результате конфликта погибло 583 человека, 939 человек были ранены. Еще 261 человек пропал без вести, а 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены бежать из Владикавказа и пригородного района в Ингушетию. В 1995 году была основана новая столица Ингушетии – город Магас. Язык, вероисповедание, христианство. Первые христианские миссионеры, согласно трудам историка Башира Долгатов, появились в Ингушетии приблизительно в X веке, одновременно с расцветом Грузии и были грузинами. Христианство распространялось в Ингушетии и Чечне достаточно широко. В настоящий момент на территории современных Чечни, Ингушетии и Северной Осетии существует множество археологических, исторических и архитектурных памятников, подтверждающих многовековое христианство. В общем, в исследовании ученого описываются многочисленные свидетельства историков и путешественников раннего и среднего средневековья, согласно которым, на территории ингушетских земель были построены церкви или даже, возможно, монасты. В частности, согласно свидетельствам русских немцев-ученых Иоганна Гюльденштетта и Петра Симона Полоса, побывавших в Ингушетии в XVIII в церкви Эд-Хаба-Ерды, хранились древние документы, написанные, по словам из собеседника монаха, золотыми, голубыми и черными буквами, что над дверями храма есть надпись «готическими буквами». Энциклопедический словарь Брукгауза и Ефрона, издававшийся в конце XIX – начале XX веков, указывало наличие среди ингушетии христиан и язычников. Ислам-Ислам приняли чуть более двухсот лет назад, несмотря на все усилия знати. Насаждение Ислама шло с большим трудом, но после посещения Ингушетии шейхом кадырийского тариката Кунта-Хаджикишиевым распространение Ислама приняло повсеместный характер. Исповедуется умеренный Ислам суннитского толка масхаба имама Аш-Шафии, ставший одним из элементов национальной идентичности и культурной традиции. Ингуши являются мусульманами традиционного суфийского тариката, основанного на тарикате шейха Абтал Кадира от желаний шейха Бахаудина на Кшбанди. Культура Основой культуры ингушского народа является издел – свод неписанных моральных и этических правил поведения ингушей, который охватывает все сферы жизни любого члена общества, начиная с самого детства. Издел является кодексом чести и поведения, передаваемым из поколения в поколение родителями и обществом. Ингушская культура очень разнообразна и насчитывает множество легенд, эпосов, рассказов, пословиц и поговорок, богатая музыкальная, танцевальная, певческая традиции. Популярными музыкальными инструментами являются дахчан-пандар, кахат-пандар, чондарк, йабак-зурма-зурна, тамбурин и барабаны. Архитектура ингуши как этнос ментально неразрывно связана со своей башенной культурой. Данный факт лучше всего подчеркивается самоназванием ингушей. Ингуш, Эал, Э, люди башен ингушские башни строились в период между X и XVII веками н.э. Расположено преимущественно в Джерахском районе Ингушетии. В небольшом количестве имеются также в Сумжинском районе Ингушетии. Выделяются три основных типа башен – жилые, полубоевые и боевые. Также к объектам древнего ингушского каменного зодчества относятся культовые строения и могильники, располагающиеся в периметре башенных комплексов. Средь башенных построек привлекают взгляд камней, на которых высечены рисунки петроглифы. Они расположены по стенам здания без видимой системы симметрии. Среди петроглифов – знаки, напоминающие буквы рисунки в виде крестов, спиралей, свастик, солярных кругов, изображения предметов быта и вооружения. В томгообразные знаки иногда встречаются фигуры людей и животных. При этом у людей подчеркнуты признаки пола. Их сопровождают не совсем понятные знаки, наводящие на мысль, что это изображение божеств, мифологических персонажей или героев. Можно среди них – мать людей, богиня плодородия Тушоли, особенно почитавшаяся ингушами, а также бог Дыла. Обычно у входа в башню имеется оттес к ладони руки мастера, возводившего здание. Оно являлось своеобразной гарантией прочности творения зодчего, что и подтверждено временем. Многие башни пережили своих создателей на много веков. Значительные башенные комплексы имеются в селениях Эрзи, Лялых, Таргем, Пуи, Пиолинг, Пхани, Игикал, Верхнем и Нижнем Лейме, Хамхи, Ляжги, Джерах. Башенное строительство ингушетий – яркое наследие древней материальной культуры, уникально как на Кавказе, так и во всем мире. Известный археолог Кавказовед Ей Крупнов так выразился об ингушских башнях. Считается, что башенные комплексы в течение многих веков вырабатывали у горцев эстетическое чувство прекрасного, чувство бережного отношения к дому, как святилищу семьи. Продолжение следует...